всем привет перед вами очередной выпуск из рубрики вот так бой и сегодня наш герой святой да да именно святой именно так читается его ник ну и конечно же он стоит за штурвалом атланты конечно же когда кроме как не сейчас выпускать мне видео по этому кораблю вы уж сильно не серчайте очень хотелось бы дать в последний раз рекламу розыгрыша на моем канале который пройдет 29 августа если вы хотите выиграть этот крейсер себе на основной акт то поучаствуйте в розыгрыше ссылки в описании видео ну а я продолжу в общем то если говорить по тактико-техническим характеристикам то я думаю что зрители давным-давно уже поняли в чем суть этого корабля я выпускал уже и стрим где я подробно рассматривал этот корабль давал рекомендации и в общем то все показывал в бою без монтажа как этот корабль ведет себя в рандоме и как он в общем то себя чувствует следом я выпускал гайд где сделал короткую вырезку всех моих советов и в общем то все я рассказал и сейчас в общем то я думаю излишне будет углубляться в какие-то тактические тонкости до атланта очень хорош за счет того что у него весьма скорострельные пушки конечно калибр у них маловато 127 миллиметров а такие пушки стояли на втором уровне у нас еще потому ни о каком броне пробить ни о какой высокой альфе речи нет в общем то пробить даже ту же саму амаху на пятом уровне которая нам очень сложно с больших дистанциях сам лично проверял легко пробивается амаха в борт ну где-то вот в районе пяти километров ну а пока мы сами к этим пяти километрам подойдем а то скорее всего мы умрем потому как брони у атланты нету от слова вообще то есть это такой есть скорострельный картон который очень напоминает раздутый эсминец хотя даже те же самые эсминцы в некоторых характеристиках атланту превосходит к примеру в дальности стрельбы у атланты дальность стрельбы всего лишь 11 километров когда у американской sims на седьмом уровне уже гораздо больше цифра в плане дальности но не будем отвлекаться если вам интересно в общем то посмотреть именно подробный гайд по этому кораблю то проходите по ссылке в описании а я продолжу про вот так бой так вот как у нас сейчас развивается событие да все было сделано великолепно пользуясь защитой острова мы подошли на дистанцию с которым мы беспроблемно можем попадать по любому кораблю и в общем-то эсминец который попался к нам первый на мушку очень быстро ушел на дно мурманск конечно же сейчас на дистанции 5 километров можно было бы пострелять по нему из бронебойных снарядов но фугасы как показывает практика дают больше результат причем стопроцентный результат за счет того что идут поджоги и вот мурмятина уже горит а значит скорее всего он уже труп потому как если он не подчинился самого начала скорее всего он уже потратил свою аварийную команду и вот в общем-то фраг который был нам принесена уже как бы намекает что до мурмятина сгорел дальше у нас очень опасная ситуация мы выходим на вайоминг а также еще из-за острова выходит сейчас эсминец и понятное дело что эсминец будет пулять по нам торпеды и вот в данный момент на самом деле было бы неплохо дать левую циркуляцию потому как было понятно что эсминец по нам выпустил торпеды но жадность как говорится она сгубила человека и вот вайомингу отправляем торпеды но за счет чего за счет того что мы сами ловим одну из торпед ловим пробоину получаем затопление и в общем-то мы тратим ремку а к нам уже подлетают бобры а так как у нас заградительный огонь уже в кд потому как мы его использовали в тот момент когда авианосец наносил удар минуту назад то сейчас мы просто никак не можем избавиться от навиши над нами угрозы я говорил еще в своем обзоре что атланта горит достаточно часто поэтому в общем-то неплохо бы иногда все-таки тратится на голдовую аварийную команду но в этом бою так и не было сделано в итоге в общем-то мы пока уворачивались от торпедоносцев поймали еще один поджог от бобров и в общем-то уже все понятно мы не жильцы и в общем-то умрем уже очень и очень скоро вот на этом все такой короткий промежуток боя я показал но в общем-то судя по результатам можно оценить а что даже вот этого маленького промежутка хватило чтобы записаться в топ команды по опыту и в общем-то стать одним из главных тыщунов этого боя это неудивительно учитывая что четыре фрага все они были сделаны на одном фланге скорее всего мы в одну каску разнесли весь фланг дальше нашей команде оставалось дело за малым не помереть самим и в общем-то захватить парочку точек ну что ж ребят давайте на этом буду закругляться спасибо всем за внимание надеюсь это видео вам понравилось и вы поняли как в общем-то заканчивать свои деньки хозяева атлант которые ведут себя очень агрессивно до бои бывают результативными но умереть можно тоже достаточно быстро а на этом все всем пока пока не скучайте семи футов подхиле вам пока пока услышимся уже очень скоро если тебе понравилось видео поставь лайк в знак поддержки подпишись на канал и смотри мои гайды и стримы по игре кроме того в моей группе вконтакте есть много всякого интересного потому подписка также будет полезной с учетом того что я выпускаю контент практически каждый день заскучать не получится